Власти региона и немецкую компанию связывает давняя дружба. Завод появился на Кубани в сложные времена, когда зарубежные сельхозпроизводители остерегали заходить на российский рынок. Кубанские аграрии оценили качество немецких сельхозмашин. Тракторы и комбайны помогают им бережно возделывать поля и вносят существенный вклад в рекордные урожаи края, отмечает глава региона. Мы имеем в Краснодарском крае стабильно работающее предприятие с мировым брендом. Это не только сегодняшняя наша экономика, это главный уверенный шаг в будущее, потому что в первую очередь для вас это гарантированные стабильные рабочие места, зарплата, те социальные проекты, которые реализует компания «Класс» в Краснодарском крае. Но самое главное, что изначально нужно выстраивать дружеские, человеческие отношения, а партнерские от этого будут только крепче. Сегодня мы можем обратиться и к господину Бендишу, и господину Мору не как к партнерам, а как к друзьям. Поэтому я хотел бы, чтобы компания «Класс» рассмотрела еще вопросы о расширении своего производства и со своей стороны заверить, что здесь она может смело себя чувствовать уверенно, и здесь есть будущее. Мы до настоящего момента инвестировали здесь 150 миллионов евро. Мы очень гордимся этим и уверены, что правильным было решение это сделать. Это показывает наше доверие России и сельскому хозяйству России. Мы ведем бизнес здесь более 30 лет, и до сих пор у нас не было ни одной причины усомниться в России. И напротив, мы, пережив ни одно расширение завода, будем и дальше расширяться. За 15 лет предприятие выпустило больше 4,5 тысяч комбайнов и тракторов. Три года назад здесь прошла масштабная реконструкция. Запустили производство полного цикла. В него вошли и цех металлообработки, окраски, конверного монтажа и сборки. На сегодняшний день это самый современный завод по производству сельскохозяйственной техники в Европе. Здесь, где мы сегодня стоим, здесь было поле. И наши комбайны, наши классовские комбайны убрали здесь последний хлеб. И мы построили завод. В 2008 году был такой бум в сельском хозяйстве и в продаже нашей техники, что мы не смогли набрать персонал. То есть не хватило. Сегодня на нашем заводе работает 450 человек. В 2010 году, когда мы хотели построить вот этот красивый цех, было трудно здесь приобрести вот вторую часть земли. Но мы это сделали с помощью наших партнеров, с помощью краевой администрации города. Спасибо вам за это. По традиции, после торжественной части праздника делегация высадила деревья на территории завода. Продолжение следует...